Правильно поймите, все равно добро не дадим, извините, вот так. Я специально позаброшу обращаться тогда, кроме вашего директора. Никакого, я вам говорю, вот я держу. А это что за блюдо? Это бусалатма. Бусалатма? Он так готовится, да? Да, жареный. Точно, да? Так готовится. Просто бомбовая фута. Кунчозу, да? Это стеклянная лапша. 700 сом за килограмм. Когда я вдали от дома и по приезду на родину, первым делом, что я хочу сделать, это съесть вкусную порцию лагмана. И где, как ни на Амадине, готовят традиционную уйгурскую кухню. Местные жители мне не дадутся врать. Кстати, напишите в комментариях, знаете ли вы, где находится это замечательное место. А если нет, пройдемте со мной, я вам сейчас все покажу. Правильно поймите, все равно добро не дадим. Не дадим. Извините. Вот так. Я вам специально позавлю. Никакого. Администраторис. Никакого. Я вам говорю, вот я держу, у меня администратор с вами на рынке. Я вот сейчас чеку докладывал, он мне говорит, поделит сюда позадет. Все. Нет, что нельзя, вот так по телевизору. Нет. Здравствуйте. А вообще все съемки с разрешением помогают? Я пришел, зашел в кафе условно, да? Заказываю лагман, порцию лагмана, да? Рассказываю про это блюдо. Дина, ну решили, пойти показать это место. Нет, ну вот зайдите в кафе внутри, где повара, там и снимайте. Улица, неужели я что, не могу лепешки снять? В чем сложность, я не понимаю. Я же не снимаю процесс приготовления, еще что-то. Я, возможно, вообще турист приехал поснимать, и вы мне запрещаете. Получать, что ли? Нет, у нас в трусах нет снимают. Как в любой стране, в любом городе снимают. Нет, вообще это не запрещено. Добро дадить наши генералы. Нет, просто нужно сжебать. Нет, вы тоже правильно помните, ребята. Просто в понедельник, если руководство раздается. Да мы приедем, мы не официально собираемся сейчас ходить, каждый уголок снимать. Вот просто поверхностно, показать, что у нас есть. Мы хотим показать вот наши вот здесь. Ребята, зайдите, давайте внутрь кафе. И там у них же там стеклянное процессы. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Слоеные замсы, баранина в тандыре. Нежнейшее просто мясо. Курочка запечена в тандыре. А маринад здесь куркума, да, если вижу? Да. Куркума, шафран. Куркума, шафран. Очень вкусно, очень аппетитно выглядит. Как таковой стрит-фуд, скажем так, да? Это все находится в Мадине, Ишкек. Вот, друзья, уйгурское национальное блюдо. Исип – это легкие. Это рис с печенью, с мясом, да, не такая сосиска. Очень вкусно. Я вот пробовал, знаете, добавить еще сырька, добавить лазжана. Это просто бомбовое блюдо. Нет, это в тандыре записано. Это тоже все в тандыре. Только у нас маринады разные. Ага. У нас чесночный маринад в кляре. Какая же цена? Килограмм 500. А сколько вы готовите их по времени? Получается одна, в зависимости от огня, если огонь хороший, прям минут 40 достаточно будет. Если такой слабенький, то час-час-двадцать. 40 минут, друзья, готовится, но курочка нежнейшая просто. Выше сорт муки – лагман. Добавляется яйцо, чтобы оно было более упругое и дольше стояло. Вот на продажу у нас вот таким способом готовят самсы с говядиной. Красота просто. Мастер готовит. Это все отправляется в тандыр. Смотрите, какая скорость. Друзья, вот такой у нас стрит-фуд в Бишкеке. Просто красота. Друзья, здесь просто очередь стоит. Самсы разлетаются с утра. А сколько в день делать их? В девять утра готовят. Вот сейчас время у нас четыре вечера, а самсы практически не осталось. Настолько они вкусные. Вот здесь тоже, друзья, готовят самсы из фресного теста. Красивые. Итак, мы сейчас находимся в кафе Атуш. Это самое популярное место на Мадире. А, кто здесь? Здесь. Полная посадка, хотя время четыре вечера. Кафе Атуш, дрожжевые манты, шурпо, плов, манты, лагман, гиро-лагман. Ну, в принципе, все по стандарту. Ну, одну возьмем? Просто попробуйте. Да. Давайте тогда. Одну палочку. Итак, друзья, нам сейчас принесли самсу. Готовится в тандыре с бараниной. С добавлением специй, здесь зира. Вот. Давайте продегустируем. Тесто хрустит, горячее. Посмотри. Ах, запах вообще классный. Так, у нас здесь, значит, жир, мясо. Мясо прямо много. Его здесь немало. Лука минимальное количество. Вот. Ну, давайте попробуем. Смеля. Тесто тоненькое, не толстое. Оно хрустит. Мясо нежное. Самсы достойные. Ребята, кто делают эти самсы, они выдержали правильный баланс. Соли, специи, да? Очень все вкусно. И тесто, вот мне прям тесто очень понравилось. Все. Будем ждать сейчас шашлык. Итак, друзья, нам сейчас принесли шашлык, баранина, лучок. Сейчас будем пробовать. Значит, в таких соусниках есть уксус 9% разведенный. Поливаем. Так говорят, вкуснее даже. Ммм. 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 Ну, еще лучок. Ммм. Вот я вам так скажу, да, друзья? Баранина, она и нежнейшая. Что касается специй, здесь 100% зира, 100% есть паприка, здесь красный острый перец. Чувствуется. Вот. Как готовят этот шашлык? Замариновали баранину, поставили на мангал. Там до 95% готовности посыпают специями и подают. Но баранина очень нежная, хочу заметить. Сочная, вкусная. Друзья, вот этот шашлык, который мы сейчас пробовали, просто бомбовый. Здесь, получается, у нас грецкие орехи, скорее всего, мед, а сверху изюм. А почем за килограмм? 700. 700 рублей. 700 сом за килограмм. Сок гранатовый, свежий. А здесь у нас, значит, лазджан. Друзья, вот уйгурский хлеб из дрожжей, из пресного теста. Тоненькая лепешечка. Значит, здесь у нас кукурузный хлеб из кукурузной муки. Он очень твердый, но невероятно вкусный. А также гордына. В общем, сейчас нам объясню. Кукурузная мука, значит, полтора часа готовится. Это лепешка твердая из кукурузной муки. Но за счет того, что она твердая и готовится полтора часа времени, она стоит очень долго. То есть, она не портится. Поэтому тоже достаточно интересный хлеб. Значит, мы приедем домой и обязательно попробуем. Итак, друзья, сейчас заходим пробовать лагман. Какое красивое место здесь. Кафе Мадина. Давайте посмотрим, что у них здесь интересного. Ну, вот это вся стандартная тема, где шорпо, чучвара, суюхаш. Мы это все пролистаем. Мы сюда конкретно пришли попробовать гюро лагман. А, ну вот он, да? Плов, гюро лагман. Одна порция 250 сон. Вот гамбян. Гамбия сомян. Не гамбян сомян, а гамбия сомян, да? Гюро гамбян сомян, интересно блюдо. Итак, друзья, нам принесли гюро лагман. Тесто отдельно. Подлив отдельно. Кстати говоря, здесь на Мадине подают к подливу еще дополнительно фунчозу, да? Это стеклянная лапша. Есть такой вариант, он называется праздничный. Когда дома какие-то большие праздники, к лагману, к сяю могут еще подать холодную фунчозу. Тоже достаточно интересный вкус получается. Вот здесь, смотрите, нарез косая подливы, да? Мелкая почему-то. И используют в основном зеленый перец. Лапшу могут подавать из двух вариантов, да? Иногда подают горячую лапшу, иногда холодную. Смешаем. Подлив с лапшой. Добавим, значит, пшеничный уксус. Теперь белый уксус. И, конечно же, лазджан. Без него никуда. Вот. Это тоже целое искусство, да, чтобы лагман правильно есть. Я сейчас тщательно размешал лапшу. Все вкусы, они заложены именно в соус. Сама лапша, она пресная, вот. Поэтому нужно тщательно размешать и только потом уже пробовать лагман. что могу сказать? Лагман достойно похвалы. Я чувствую все специи. Забегая наперед, хочу вам сразу рассказать, почему гиро лагман подают отдельно, да, то есть сяй и лапшу дают по отдельности. Значит, в урумчи была такая фишка, она называется джамян. Джамян, это добавка. То есть вам принесли сяй, принесли лапшу, вы выливаете сяй и потом, если, например, вы не наелись, вы просите, джамян, вот вам в эту же тарелку приносят дополнительную порцию лапши. Гиро лагман мне понравился, но, между делом, вкусный лагман не только в Мадине, потому что мой коллега по YouTube-каналу, Абдулазин Салават, открыл заведение в городе Бишкек. И мы сегодня поедем к нему попробовать его авторские блюда и дальше будем рассказывать, показывать. А это что за блюдо, а? Это бусулагма. Бусулагма? Он так готовится, да? Да, жареный. Точно, да? Так готовится. А шеф-повар здесь? Да, си. Абдулазин, позовите его. Салава лето, а это наслаженцы. Салава лето, а это наслаженцы. Салава лето, салава лето, салава лето.